всем привет продолжается прохождение nfs underground 2 значит стоит от супра и сделал такие вот изменения на сколько хватило денег вон три монеты у меня осталось то есть и все денег больше нет конечно же она улучшена но что хотелось бы еще всякие брюлики на нее не хотелось а надо там фары свет фар там капот вон капота нет еще какие-никакие детали так ну я продолжаю вот эти гоночки закрывать теперь то уже теперь то уже тойота у меня мне на состязание урелки эти немного уже пофиг ну что я не жажду что-то там открыть выбить какую-то машину круг большой сразу видно ту часть города тут цепляет у нас даже с 8 о ты чё там замутил так ауди nissan чик ну все жесткие ребята грустность машина ощущается то есть конечно с облегчением веса максимальным там не будет ощущаться такая такой вес машины так тут они тут два круга то я думал три круга и так трасса длинная так еще и три круга рановато пока что-то я там поставил по моему либо блок управление двигателем либо что-то такое второго уровня так все первое то есть как на форде стоит но форт по моему был пятиступенчатой если не ошибаюсь а у тойота шесть шестиступка эти ребята все равно сидят на хвосте но это и не удивительно каким то образом там они зашли быстрее меня хотя по правой стороне где я ехал по моему чуть чуть быстрее то есть там на входящей скорости заходишь на хорошей и выходная у тебя скорость то что такое скинешь и передачу она не сбросилась кнопка видимо не нажалась пока она плавает по дороге то есть тойота супра свой потенциал раскрыть не может полностью вот ее надо до ума доводить так если ну вот у нее есть небольшой небольшая недостаточная поворачиваемость ну не сильная но умеренная у форда ее по моему не было да и он по маневреннее тип привода у него вроде как легче даже это в принципе не важно я его он у меня сейчас только стоит тот такой желтый разукрашенный в гараже уже он отработал скажем так так опять вот эти чуваки также оказались быстрее меня хотя были вон там по карте до этих поворотов дальше в двух поворотах так 350 хорошо опять надо ехать проходить круги вот это вот горное место самое уебищное вот в игре вот честно для меня там много времени уходит в никуда воды много говорится ненужного да и побыстрее бы конечно бы детали открывались для тех по технической части всякий свет фар там вот это это в принципе все второстепенно но не особо важно вовремя успел нажать на тормоза потому что так на хендай да он едет у я тебе слышал я тебе нет это будет долго мне кажется что творишь придурок все интересно о форд едет у у лучше все эти горные перешейки перевалы и повороты проходить на машине либо хорошо улучшенные неважно какой привод тип привода либо очень маневренно и легкая но я еду на заднеприводной тяжелой супре поэтому это будет долго ха нифига у меня там музыка стучала вообще у меня очень мало есть машин с задним приводом про который я могу тепло отозваться и сказать что они мне нравятся очень мало я вообще считаю что это самый неудобный самый проблемный тип привода задний но это для меня это мое мнение то есть многие могут не разделять я это я мне удобнее чтобы машина была либо переднего передний привод имела либо полный что лучше всего вот вот ее стащила вот сейчас хотя тормозился неплохо будь у меня допустим тот же форт я бы мог на более высокой скорости заложить в тот поворот из-за опять же переднего привода он бы вошел в тот поворот вторая третья вторая третья вторая третья тут можно было спуститься на третье в принципе очень удобно этот таксист забрался в горы сегодня да даже еще раньше надо было тормозить свою тушку она не может остановить за эту дистанцию надо тормозить сильнее и раньше Toyota Supra мне нравится даже будучи заднеприводной машиной но в андерграунде то есть допустим если в игре есть элементы тюнинга если дают модифицировать машину то либо допустим погонять так на стоке можно договориться ну либо ее доводить до ума и уже ездить скажем так на полноценный Toyota так все-таки машинка да в этой игре она довольно-таки просто управляется хотя она у меня была в шифте я на ней ездил там-то конечно ощущаются эти приводы все и тоже вес более как бы остро выражено но и интереснее то есть на ней было там интереснее ездить чем здесь все равно чуваки меня не могут догнать даже фор тот почему-то криво ездит так водила что не может догнать так ладно так это наверное тот чувак который обо мне все слышал так тут буквально пару связок таких вроде как там финиш напрямая и вот оп блин отвлекся вот на секунду посмотрел на карту хотел что-то сказать и все тут же трафик я вообще не пойму что он тут в горах забыл 612 меня заняло блин это целая жизнь две гонки можно пройти за 350 монет ездить эти долбаные сраные гонки воздухозаборники ненужные открылись так но у меня хоть уже какие-то деньги есть 703 две гонки прошел какие-то деньги поехали на таком виде хотя я такой вид вообще ненавижу и не понимаю как на нем можно ездить вообще как по мне сложно на нем ехать на таком виде вот хендай блин хендай тоже машина опасно 106 обвесился ну хоть зеленый неон к зеленой краске поставил то стоял бы какой-нибудь там не знаю розовый вообще жесть была так 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 стоп вот драг драг или как драг рейсинг правильно километр ехать опять же 350 монет ну блин ну что что ж такое а где деньги два нисана и рывок в драге конечно очень важен стартовый рывок как ты себя проявишь как ты переберешь передачу и надо не то чтобы шарить надо короче не проебывать время 276 неплохо ну так топ сомневался 355 монет блин а детали дорогие поехали на дрифт ну в дрифте супра будет конечно плавать по трассе предположительно а вот так вот это дрифтинг слава я понял я знаю что надо спускаться ух ты как я стартану хорошо так на супре пока еще не дрифтовал ой-ой-ой как мне как мне кажется как мне кажется в этот третий форсаж там последнюю поездку вот этот вот заезд горный как раз перекочевал из андерграунда или когда там форсаж 3 вышел я не помню год 2006 по-моему по-моему андерграунд уже был даже а я не знаю сколько я победил вообще или нет 60 тысяч там сколько это надо было а да 40 тысяч там надо было ну что ж неплохо так подвеска вот это что там да и пофиг на него так не хочу углубляться пока сюда сильно потому что пока доеду я на время серии смотрю я поеду сейчас сюда поставлю подвеску посмотрю звездочку если там надо ехать недалеко скатаюсь и подъеду к УРЛ до гор надо сюда наверное до этих гонок мне будет добираться в режиме ну не на запись и начинать уже отсюда заезды на запись потому что сюда пока доедешь даже с центра города там время много тратится на гонке остается меньше зок я тратить не буду потому что ой как же она сколько действий надо сделать чтобы ой нормально на ней повернуть нормально сманеврировать войти в поворот постараться скорость при этом не потерять на форт фокусе конечно такого не было он намного проще в управлении намного но раз я так хотел эту машину как говорится получите распишитесь вот я на ней и буду ездить даже если не сложно подвеску 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 то я открыла хватит ли мне денег на нее на 1400 в кармане разогнался подвеску четверенок так и там и стой припаркованный я тебе вызову эвакуатор или что не такое а нет поехал гад такой азот у меня вот полный даже две полосочки двигайся да конечно если она здесь будет улучшенная ааа стоп 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 улучшенная выхлопная система так подвеска стоимость 3500 да сейчас я поставлю себе подвеску еще что нибудь возьму хуль там 1400 в кармане так еду на звездочку потому что там они тоже денег дают за ну за журналы там за фотографии бла-бла-бла доберись за место до места за две минуты куда ехать это о господи опять в тот район опять в тот район посмотрим сколько мне дадут и может там дадут 2000 тогда я поеду заберу подвеску субару чувак что ли скину потому что резко стрелочка раз повернет там и все так так пошел на полном ходу было поварим вот вот такая вот рожа твоя засветилась на обложке ну денег там не дали у меня было 1400 сейчас две ох дали денег прям блин с барского плеча держи ни с чем себе не отказывай вот заурелки за вот эти дают много я точно знаю там 4 там 5 по моему тысяч вот так то есть я сейчас туда подъеду посмотрю на время как че почему ты направляешь по встречной полосе ты дурна путаешь так магистральки тут ботов я помню путал охренеть как надо будет кстати заняться но это наверное будет тоже на запись сделать потому что так непонятно будет если буду гореть я поставил там уникальную деталь каким образом поэтому на запись буду можно серию даже сделать такую там то есть максимально вот этих гонщиков отлавливать и их заебывать заездами где она 1400 приз 1400 так значит начнем вот отсюда следующей серии потому что это долго я не думаю что здесь один такой заезд будет а время уже 25 минут прошло я не успею скорее всего а если один заезд все равно то есть не успею один вряд ли по-моему это такая трасса быстрая вот ну два точно будет по три по четыре круга это не меньше десяти минут будет ну что ж тогда увидимся в следующей серии начнем вот с этой вот гоночки спасибо за просмотр всем пока 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 Продолжение следует...